Здравствуйте, друзья! Рассказываю вам теперь об уровне А1. У нас тоже обновился. Давайте посмотрим, что получилось. Также у нас здесь много уроков, 72 базовых уроков, плюс еще дополнительные уроки, которые в тренинге А2 организованы под тренинги. Здесь пока они у нас инкрустированы в весь курс, но мы этим занимаемся, так что скоро тоже появятся под тренинги. Под тренинги уже есть, просто здесь, когда проходишь первый урок, их пока не видно, доступ появляется чуть больше. Давайте посмотрим первый урок. В первом уроке я много разговариваю, потому что это вводный курс. Я рассказываю о том, как нужно учиться. Это курс с нуля до уровня А1+. Тут что можно увидеть? Советы по изучению. Это можно прочесть. У вас тоже к этому будет доступ, даже если вы не приобрели курс. Просто зарегистрируйтесь, пожалуйста, нажимайте на доску, и в списке тренингов вы увидите тренинг А1, и пройдете, увидите все. Программа курса. Она тоже постоянно меняется, что-то дополняется, добавляются какие-то новые материалы, которые я постепенно снимаю. Дальше, например, у нас есть словарь первого урока, в отличие от второго уровня, где по-французски, и даже во второй части этого же курса тоже только по-французски. Здесь еще есть русские слова, которые мы вам сделали, мы помогаем вам, чтобы вы не так много времени тратили поначалу. То есть тут есть перевод. Это все нужно распечатывать, складывать в папочке, чтобы у вас было более-менее все организовано. Вот тут все написано. Дальше, что у нас тут есть? Материал к конкретному первому уроку, с чего он состоит. Из таблицы с правилами чтения. Не с всеми, разумеется, а с правилами чтения, которые актуальны для этого урока. Далее алфавит. Это желательно прописать. То есть у нас тут есть письменные буквы и печатные. То есть чтобы мы узнавали разные виды почерка. Потом разные виды упражнений. И наш базовый текст. Сейчас все это посмотрим. Сначала у нас есть видео. Видео общее состоит. Вы его тоже можете все посмотреть. И даже первые пять уроков в Ютубе у нас доступны. Правда, без упражнений. О том, что нужно делать, изучая язык. Как нужно артикулировать историю языка и многое другое. И смотрите, как раз-таки мы дополнили новое видео, которое только снялись у нас недавно. В течение последнего года до этого этих видео не было. Поэтому не было такой возможности. Видео появилось. Сразу мы дополнили им онлайн-курс. И первый недельный текст. Вот он у нас есть. И несколько видов аудио. Аудио – чтение по слогам. То есть я там читаю текст. К примеру. Bonjour. Je m'appelle Grégoire. И так далее. То есть мы с вами работаем очень долго. Все тексты с 10-24 отработаны именно этим способом. Чтобы вы идеально читали. Чтобы вы отрабатывали. Чтобы вы услышали каждый момент, который иногда бывает непонятен. То есть сначала вы работаете с текстом по слогам, потом медленно. То есть там будет по строчке. Bonjour. Je m'appelle Grégoire. И потом совсем быстро. Здесь еще пока средний ритм, потому что это первый текст. А дальше будет он ускоряться. То есть Bonjour. Je m'appelle Grégoire. J'habit en France. А Grenoble. И это, конечно же, еще наша тема. Этот текст актуален для трех уроков. То есть каждые три урока у нас на циклы делятся. И вот каждые три урока у нас один текст. И этот текст содержит и грамматику, и лексику вот этих трех уроков. Что у нас еще есть? Если я говорила, например, о диалектах в течение видео. То есть в контексте того, что есть очень разные произношения. Не нужно по этому поводу как-то комплексовать. Люди говорят по-разному. Это ни в коем случае не какой-то деревенский акцент. Просто на юге есть какие-то особенности. Если вы слышали людей, которые говорят так, это неплохо. И здесь как раз-таки видео, которое можно посмотреть на YouTube. Здесь тоже отражена, на него ссылка дана, где показана карта, кусочек Франции. И дана запись, например, радио, где мы можем услышать какие-то отличительные моменты. Разумеется, если у вас еще нет опыта того, какой вообще бывает французский язык, вам это трудно понять. Но иметь картинку в голове, что французский не един, что он бывает разный. У нас еще не только внутри Франции есть какие-то разные особенности, но у нас еще есть варианты Швейцарии и бельгийский вариант. И есть различные африканские варианты. И все это имеет место быть, имеет право быть. Так что к этому нужно привыкать потихоньку. Потом у нас есть диалог. Диалоги у нас как отрабатываются? Диалог. Сначала точно так же мы читаем по слогам. Потом по строчке медленно, потом побыстрее. И потом еще есть такое упражнение, как караоке. Строчку произношу, например, за Элена, а вы произносите за Бернара. И наоборот, только уже за Бернар, читает наш преподаватель Петр, а вы произносите за Елену. Чтобы за скоростью ритма вы успевали. Дальше у нас есть информация по фонетике. Скоро выделим все занятия по фонетике в отдельный подтренинг, который здесь будет. Здесь уже видео по артикуляции и по фонетике в общем. И далее в каждых трех-четырех видео у вас еще есть скороговорки или стихотворения, которые нужно выучить тоже для работы над акцентом. И в конце у нас есть задание. Обращаю внимание, что есть тут тест по тому материалу, который был в уроке. И плюс еще вот ваш ответ. Что это значит? Это значит, что обязательно нужно что-то написать. Видите, написано «необходимо, обязательно». Несколько раз написал. Поскольку даже если вы ответите на тест, но не напишите здесь ничего, а здесь написано, что нужно написать, сколько вы усвоили в процентах материала. Вы пишите здесь 90%, 100% и у вас отправляется ответ. Это нужно для того, чтобы мы вообще могли как-то ваш прогресс проследить. Все, кто занимаются на онлайн-курсе А1 и А2 уже чуть-чуть, они могут сказать, что действительно, даже если мы там не какой-то ответ такой совершенно развернутый напишем, мы можем написать там «здорово», «давай вперед». Или, например, можем просто лайкнуть вот этот ответ. Ну, то есть, чтобы вы видели какой-то прогресс. Мы и так, конечно, видим, но чтобы у нас было больше возможностей как-то общаться. И далее, смотрите, здесь на этой странице, на первой, она открытая. Здесь еще есть оплата курса. Это даже если вы заплатили за курс, все равно будет внизу страница. Чтобы посмотреть, после оплаты курса доступны ли вам уроки и после прохождения теста, вы открываете опять тренинги назад и открываете ваш тренинг. И когда вы оплатили и прошли урок, вот этот станет зелененьким, а вот этот будет теперь в процессе вот таким же белым, а следующий уже будет опять красненьким, который вы будете должны проходить. Что у нас еще есть в уроках интересного? То есть, у нас, например, есть… Это недоступно. Сейчас посмотрим в другой учетной запись моей. Вот это моя учетная запись. Она выглядит пока точно так же, но у меня есть возможность открыть уроки другие. И вот второй урок тоже у нас здесь как раз-таки запись второго урока, какие-то упражнения. Опять же, видео. Здесь уже нет теста. Тест у нас первый и третий урок в цикле. В конце будет больше тестов. То есть, тесты нужно действительно проходить. Очень грустно, что тут техническая возможность тестов не позволяет нам какие-то сложные тесты делать. Но тесты на выбор, да, это, в принципе, возможно. Что тут можно еще посмотреть? После какого-то, например, 35-й возьмем урок. Тут у нас различные миографические какие-то моменты. Вот у нас, смотрите, много упражнений на то, чтобы повторение было. Или же, например, попозже возьмем какой-нибудь 45-й урок. Опять же, документ для урока у нас есть везде, где это нужно иногда. Я не делаю эти документы, чтобы вы переписывали. Действительно, очень нужно, чтобы вы работали над тем, как вы пишете, орфографии и так далее. Поэтому упражнения некоторые не сделаны так. Эти все материалы желательно распечатывать. Тоже у нас тут вопросительные слова, опять же. Курс обогатился благодаря тому, что, например, для курсов Парка и Горького было очень много сделано видео. И, конечно же, они все сюда у нас пошли. То есть вот у нас отдельное видео для того, как вопросы задавать. Уже в самом уроке есть эта тема, но в другой форме немножко, с другими упражнениями, с другая подача. Это будет полезно. Опять же, отдельная тема по тому, как вообще работать и произносить года. И еще дополнительные видео, дополнительные видео и тесты, опять же. Кстати, у нас уже после 30-го урока начинается работа с сериалом «Экстра», который вы можете найти в YouTube с субтитрами или без субтитров. И мы для него сделали вокабуляр, который поможет вам понять эти серии лучше. И плюс еще транскрипция этих текстов тоже тут есть. И задания разные бывают. Задания бывают по дополнительному материалу, задания бывают грамматические разные. Грамматические задания после 30-го урока, скорее всего, уже не очень интересно и эффективно делать. Вот в таком формате, когда нужно просто выбирать. Так что я делала больше заданий на дополнительный материал. А тесты, они даны вам в форме ссылок на наши ресурсы или на ресурсы какие-то сторонние. То есть мы смотрели в интернете, какие есть упражнения и давали вам дополнительные тесты. Ну, давайте посмотрим. 71-й урок, это урок уже повторения. И тут у нас даже есть большой такой документ, где нужно переводить все финальные фразы, потому что у нас есть упражнения тоже с 36-го урока. У нас начинаются первые части уроков с перевода с русского на французский, где мы повторяем нашу лексику, которая была, и нашу грамматику. Вот это задание в 71-м уроке, оно у нас содержит много-много фраз за все уроки, которые нужно перевести. И в следующем уроке будут ответы. Вот тоже упражнения, которые помогают нам повторить. 72-й урок мы посмотрим. Небольшое мое вступительное слово. Опять же, это видео. Финальный перевод – это то, что было у нас с вами до этого. И тесты. Тестов тут несколько, которые нужно пройти, посмотреть, какой у вас уровень после этого урока. Курс рассчитан где-то на год работы, если вы прям интенсивно работаете каждый день, на полгода. Действительно, очень много лексики, очень много какого-то страноведческого материала. То есть я вам рассказываю о том, что я знаю сама, что я слышала от кого-то, что я прочла. Многие вещи о том, что поможет вам, например, эффективно коммуницировать на французском языке, чувствовать себя уютно. Я говорю и о географии, я говорю и о географии, и, например, о предпочтениях в музыке, даже если они соответствуют моим предпочтениям и о фильмах, и о административных моментах. Много всего. То есть я старалась делать курс интересным, чтобы у вас не было пробелов. Иногда, когда занимаешься с учениками в жизни, с учебником каким-то, ты вынужден быть ограничен именно этим вот учебником и материалом, который тебе дам, потому что его уже много, люди приходят и занимаются к тебе раз или два в неделю. Трудно дать больше здесь, здесь я даю выбор. Конечно же, не у всех есть возможность такая времена, столько много заниматься, но я настаиваю на том, что сами по себе занятия иностранным языком, они приятные, нужно получать от этого удовольствие. Не ставить себе каких-то там целей, я хочу через три месяца сделать, я хочу через шесть, вот этого давления себе не организовывать, а проходить один урок и говорить себе, вот круто, я сегодня узнал что-то новое, что я не знал до этого, я сейчас попытаюсь как-то это воспроизвести, рассказать кому-то, с кем-то поделиться об этом, и уже моя жизнь действительно не будет прежней, потому что вчера я этого ещё не знал, а завтра я буду знать ещё что-то, и уже это мне доставляет огромное удовольствие. Мне в этом курсе нравится всё, я бы хотела сама в таком формате изучать язык и в таком объёме, и хотела бы знать всё, что я здесь вам дала сама в то время, когда я учила язык, потому что эта информация, я её собрала в течение нескольких лет, и иногда случайно, иногда мне повезло, и в общем делюсь с вами. Желаю вам удачи, желаю вам выработки привычки, потому что французский язык и вообще изучение любого иностранного языка это сложно, мы уже все разучились немножко учиться, и я постаралась вам облегчить эту задачу, делав этот курс максимально увлекательным. До скорого!